Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. У меня тут вовсю же Новый год, предновогоднее абсолютно настроение. Из серии своих роликов я тоже старалась вам создать это предновогоднее настроение. Надеюсь, что оно у вас тоже уже появилось. И поэтому я подумала, что сейчас самое время подвести такие небольшие промежуточные итоги года, пока предновогодняя суета не закружила нас окончательно, потому что оставшиеся две недели, конечно же, будут самыми такими экстремальными, как обычно это бывает, перед Новым годом. Успеть все, как перед концом света. Поэтому сегодня будет видео открытия 2018. Я расскажу про те места, которые я открыла для себя в этом году, расскажу, какой бренд стал для меня открытием, дам все свои пароли явки, без чего я не могла жить и не представляю 2018 год без этого. Ну и надеюсь, вам эта тема интересна. Если так, продолжайте смотреть. Этот год полностью мы впервые с семьей прожили в Москве. Мы переехали осенью прошлого года, и вот этот год, это полноценный такой наш первый год в Москве, без приездов, уездов, а постоянно здесь. Конечно, я влюбилась в Москву. Москва абсолютно мой город. Я не понимаю разговоров о том, что здесь очень все быстро, чрезмерно быстро. Здесь как раз моя скорость, то, что мне надо. И знаете, я на самом деле первые, наверное, месяцы жизни здесь стала ощущать такой момент, что ну, наконец-то все стало так, как надо, той скорости, которой надо. Я очень быстро, на самом деле, здесь адаптировалась, быстро как-то села за руль, сразу поехала, меня не пугали никакие московские развязки, скорости и так далее. В общем, как-то с Москвой у меня сразу сложилась любовь. Поэтому город этого года для меня однозначно Москва. На самом деле, у меня уже был опыт проживания в Москве, мне тогда было 19 лет, это страшно сказать, 14 лет назад, получается, было, да, правильно я считаю? Так вот, тогда Москва как-то совсем меня встретила не так тепло, и я помню, что я с радостью отсюда уезжала обратно в Нижний Новгород домой. Сейчас все очень поменялось, и Москва на самом деле очень поменялась, Москва стала невероятно красивая, по ней очень приятно гулять, здесь очень много что есть посмотреть. Ну и Москва, конечно же, город возможностей, потому что сюда приезжаешь, и тебя просто вихрем закручивает разных партнерств, разных дел, в общем, очень интересных разных событий. Я подумала, что есть некоторые мероприятия, которыми я очень хотела поделиться с вами, и если вам интересно какое-то такое культурное обогащение, впереди новогодние праздники, возможно, вы тоже приедете в столицу, или вы живете здесь, и вам будет очень интересно, куда же сходить. Во-первых, очень-очень и очень-очень хочу вам порекомендовать спектакль под названием «Амстердам». Спектакль идет в дворце на Яузе, это сейчас площадка театра «Современник», и это спектакль главной роли с Михаилом Ефремовым. Только сейчас не смейтесь, но Михаил Ефремов, мой самый любимый российский актер, это правда так, я обожаю просто, как он играет, искренне, как в последний раз, с надрывом, и так, как я люблю. И спектакль «Амстердам» на самом деле стал какой-то красной нитью вообще в этом году. Я на прошлый год подарила билеты на этот спектакль своим родителям, они были в полной восторге, потом впоследствии мы с мужем тоже сходили на этот спектакль. В общем, описать, наверное, спектакль «Амстердам» невозможно, на него нужно сходить. Он рассказывает о семье российского бизнесмена, который проживает в Лондоне, и приехали в Амстердам встретиться, собственно, с главой своего семейства, с своим отцом, который проживает в России. В это время в Амстердаме идет гей-парад, и это очень яркое шоу, где я очень много смеялась и очень много плакала. Я, правда, часто плачу и над фильмами, и часто очень плачу в театре, потому что меня очень трогают некоторые моменты, которые касаются чувств людей, а этот спектакль как раз именно про чувства. В общем, если вы любите театры, обязательно сходите именно туда. Еще одна постановка, которая нам с мужем невероятно понравилась, я, правда, не знаю, идет ли она сейчас, в театре на Таганке спектакль «Беги, Алиса, беги». Это интерпретация сказки «Алиса в стране чудес», точнее, это интерпретация «Алиса в стране чудес», которую в свое время интерпретировал Высоцкий. Мне так повезло, что мои родители в моем детстве очень любили Высоцкого, и я в детстве засыпала под пластинку «Алиса в стране чудес», поэтому мне просто было невероятно приятно сходить именно на этот спектакль. В нем все песни Высоцкого звучат, но при этом это какой-то невероятный современный перформанс. То есть это не просто спектакль, и точно совершенно не детский спектакль, это взрослая постановка с невероятным количеством спецэффектов, современная интерпретация. Мой супруг еще, он занимается организацией мероприятий, и он просто балдел от того, как это все технически организовано. В общем, когда ты находишься в зале, знаете, иногда бывает, когда ты фильм смотришь, ты понимаешь, что ты не понимаешь, как это все меняется пространство, какой-то излом времени. Что-то такое же в этом спектакле, когда ты не понимаешь, что сейчас происходит, но это все очень и очень зрелищно. В общем, наверное, это самый современный спектакль из всех, что я видела, такая современная постановка, и вот слово перформанс, мне кажется, здесь подходит больше всего. Очень рекомендую. Из ресторанов, кстати говоря, ничего нового для себя я в Москве не открыла, несмотря на то, что мы раньше просто приезжали, а все здесь жили. Из ресторанов по-прежнему мой самый любимый ресторан в Москве, Крабо и вино. Он находится на улице Никольской, и как раз в новогодний праздник, мне кажется, очень здорово прогуляться по Никольской, по Красной площади и заглянуть в этот ресторан. Это моя самая первая, наверное, рекомендация. Теперь переходим к детской теме. Из детских спектаклей, что нам очень сильно понравилось и запомнилось. В прошлом году мы ходили на новогоднюю сказку в Москвариум, и это было тоже очень красивое шоу, это был мюзикл, в котором участвуют и актеры, и морские животные. В общем, это классное очень шоу. Если у вас есть детки, обязательно нужно сходить именно туда. В этом году мы на другие немножко постановки идем. Я обязательно об этом буду рассказывать в своем инстаграме. Если вам интересно, тоже подпишитесь и смотрите. И, наверное, самая главная детская тема, которая меня просто покорила в Москве, это детские площадки. Есть две любимейших моих детских площадки. Первая детская площадка, по-моему, они, кстати говоря, обе открылись в этом году. Первая детская площадка называется Делегатский парк. Он находится рядом с Тверским бульваром. И эта детская площадка, это просто что-то невероятное. Я таких никогда в жизни не видела. Там есть и тарзанки, и всякие современные батуты, и все это под открытым небом, и абсолютно бесплатно. Если у вас есть детки, обязательно загуглите Делегатский парк. Вторая площадка, которую я очень рекомендую, находится в парке Горько. Вот там в этом году открыли новую детскую площадку. Тоже с разными всякими механизмами, где можно что-то копать, переливать. Вообще водная зона там очень большая и очень интересная, что есть дети что-то там крутят, в это время льется вода. Это очень все интересно, очень захватывающе. Несколько раз, когда мы были там с семьей, мы просто не могли оттуда уйти. Поэтому очень вам рекомендую обязательно на эти детские площадки сходить. Они абсолютно бесплатные. Еще одна детская тема, которую просто мы очень любим в нашей семье, это палеонтологический музей, где стоят динозавры, и там настоящие реальные скелеты динозавров. Нечто подобное в этом году мы видели в Нью-Йорке, но московский палеонтологический музей ничуть не уступает нью-йоркскому. Поэтому туда тоже обязательно нужно попасть. Ну и, конечно же, в Москве не забудьте обязательно заглянуть на какой-нибудь рынок и просто перекусить уличной еды. Потому что сейчас, мне кажется, Москва это не только театральный, музейный город, но это еще и ресторанный город, в котором невероятное количество очень разных вкусняшек. Мой любимый рынок Усачевский, потому что мы недалеко от него живем. Но на самом деле, мне кажется, все рынки Москвы сейчас просто очень классные. Идем дальше. И следующий пункт моих открытий называется путешествие. Мы с семьей путешествуем часто, многое. Мы любим это, мы вкладываемся именно в путешествия. Как бы, наверное, странно это ни прозвучало, несмотря на то, что я стилист, если выбирать, что купить брендовую вещь какую-то или билеты куда-нибудь, я всегда выберу билеты, потому что путешествия меня невероятно наполняют. Они все сплочаются в семью. И путешествия это то, ради чего мне хочется жить, и ради чего мне хочется работать и так далее. Поэтому путешествия всегда number one в нашей семье. И в этом году мы посетили две страны, которые произвели нас огромное впечатление. Это Америка и именно Нью-Йорк, которые просто тоже мне очень покойт по энергетике. А вторая страна это Мальдивы. И вот эти две страны, Америка с Нью-Йорком и Мальдивы со своими островами, просто покорили мое сердце. И это просто обязательно к посещению, если вы тоже любите путешествовать. Конечно, и та, и другая поездка и не из дешевых, скажу сразу, но это того стоит. И представляете, на Мальдивах у нас произошла такая история. Мы записывали с супругом очень красивые разные видео. Мы записали два влога на наш семейный канал. Мой муж пишет песни, и он записывал там видеокусочки для своего музыкального клипа. В общем, весь этот материал у нас случайно пропал с флешки. Это было очень и очень обидно, потому что на Мальдивах невероятной красоты картинка. Осталось несколько всего кадров. Я надеюсь, что я включу их в это видео, что получится их включить сюда. Но Мальдивы это то место, куда нужно обязательно хотя бы раз в жизни съездить. Мы были вдвоем, что особенно приятно для семей с детьми, как вы понимаете. На самом деле там очень много людей с детишками отдыхало, что меня тоже очень удивило. И, пожалуй, наверное, Мальдивы это такая точка на планете, альтернативы которой просто нет. Мы с моей подругой, которая работает в туристическом агентстве, наверное, перерыли все направления. Но Мальдивы не сравнятся ни с чем, поэтому они такие уникальные, и, наверное, поэтому они такие дорогие. У меня есть лайфхак ехать на Мальдивы вне сезона. Я была там именно вне сезона, мы были там летом, и цены там были минимум в два раза ниже, чем они сейчас в зимний период. Поэтому, может быть, на лето вам еще есть смысл посмотреть что-то. Идем дальше. Следующий пункт – книга. Книга этого года для меня определенная. Это книга Алены Долецкой, которую я просто смаковала, наверное, последние полгода, читая ее маленькими-маленькими кусочками, наслаждаясь каждой фразой. Это потрясающая совершенная книга, автобиография. Во-первых, великая для меня женщина, которая привезла в Россию журнал Vogue, и потом впоследствии привезла журнал «Интервью». Это легенда фэшн-индустрии. Ну и вообще, это женщина, на которую хочется равняться. Я недавно, кстати говоря, видела ее живьем. Ей сейчас 60 лет, и она выглядит просто потрясающе. Мне кажется, вести такой образ жизни и так выглядеть в 60 лет – это просто мечта каждой женщины. Книга называется «Не жизнь, а сказка». Она есть и бумажная, в электронном, и в аудиоформате. Я читала в электронном, мне так всегда удобнее книги читать. Я вам очень рекомендую ее скачать. Она такая, знаете, книга, наполненная какими-то женскими историями, историями успеха и историями каких-то, наоборот, неуспешных моментов и то, как она из них выходила. В общем, это просто обязательно к прочтению. И некоторые моменты меня тоже трогали просто до слез, когда я читала и откладывала книгу для того, чтобы перевести дыхание. Настолько это все про жизнь и настолько это все по-человечески. Очень-очень-очень рекомендую. Следующий пункт – дети. Без чего в этом году и не могли мои дети, ну и я вместе с ними. Мои дети, конечно же, суперсовременные. Для них гаджеты – это то, с чем они просто родились. Младшецы вообще, мне кажется, не понимают, что существует что-то несенсорное. Он даже ноутбук пытается сенсорный потыкать. И, конечно, они постоянно видят, что мы снимаем много видео, что мы делаем много фото. И вся эта жизнь такая блогерская, она у них перед глазами. И гаджеты в нашей семье имеют огромное значение. Вместе с тем, конечно, я, как любая мама, всегда волнуюсь, когда они лишнего смотрят планшеты или лишнего смотрят телефоны. Но каждая мама знает, что забрать у ребенка телефон или планшет, если ты уже ему дала, практически невозможно. Потому что начинается просто ужасная истерика. И в этом году главная находка для меня, как для мамы – это кубик, который называется «Синий муд». Вот так вот выглядит этот кубик. Я уже как-то раз показывала своим подписчикам. И с тех пор, на самом деле, мы с ним практически не расстаемся. Что это такое? Это портативный проектор, который проецирует изображение на стену. Его можно, соответственно, проецировать дома, можно взять с собой в поездку. И у него, в отличие от гаджетов, нет того специфического излучения, которое портит зрение. То есть смотреть его абсолютно безопасно. Плюс в кубике уже интегрированы мультфильмы. И вот сейчас у них вышла новая серия совместно с порталом Иви, куда интегрировано большое количество фильмов. Для моего сына сейчас, которому уже шесть, и в этом году мы начали смотреть на КС Гарри Поттера, почему я несказанно рада, потому что мы с мужем очень любим Гарри Поттера. И пока ребенок не соглашался его смотреть, мы страдали, что он не может с нами разделить эту радость. Вот в этом году он, наконец-то, начал смотреть фильмы, и мы уже пять целых частей посмотрели. И на кубике это особенно классно делать, потому что можно посмотреть перед сном. Они так сильно не перевозбуждаются, как от гаджетов. И после этого совершенно спокойно засыпают. Вот в этой последней версии кубика есть и приложение мульт, и есть Иви кинотеатр. Полгода подписки, на который уже входит стоимость кубика. И мы с ними просто обожаем собраться вечером, лечь на диван и посмотреть на любой стен или на потолке, посмотреть какой-нибудь фильм или мультфильм вместе с детьми. Это всегда очень классно. И там еще, кстати говоря, есть диафильмы, которые до кубика мои дети нигде, конечно же, не видели. И еще там есть театр теней. Очень крутая штука. Я точно без нее не могла этот год и думаю, что следующий тоже он будет со мной. Следующий раздел бренд. Какой же бренд стал моим открытием в этом году? Я уже много вам про него рассказывала, и вы часто его видели в моих видео в этом году. Этот бренд называется Danza Lente. И это бренд по производству сумок. Вообще, наверное, вы знаете, что я заядлая сумочница, что я очень люблю сумки. И особенно люблю какие-то классные оригинальные сумки. У меня две сумки этого бренда. Первая вот такая вот белая. Вы всегда про нее спрашиваете, когда она появляется в кадре или когда вы видите ее в Инстаграм. Эта сумка невероятно удобная. Очень красивая. У нее есть длинный такой ремешок. И они есть у них в разных цветах. Мне кажется, я уже всем своим клиентам порекомендовала именно эту сумку. Ссылку поищу на нее, если они где-то еще остались. Но я в любом случае дам вам ссылку на этот бренд. Там посмотрите, какие уже остались модели. И посмотрите, нравятся они вам или нет. А вторая сумка, тоже про нее часто спрашивают, когда она появляется в кадре. Это вот такая вот сумка-ведро с красивым вот таким оранжевым ремнем. Для меня это альтернатива сумки шоппер. И знаете, для молодой мамы это очень удобно. Потому что часто, когда мы куда-то ходим с детьми, они начинают растеваться. Или для них нужно взять какие-то игрушки или еще что-то. Так что это такое ведро, в котором я на полном серьезе таскаю огромное количество вещей. И мне нравится все-таки, что это не шоппер. И выглядит он совершенно иначе. Очень нестандартно, очень красиво и современно. Вообще, очень мне полюбился этот бренд Danzelente, потому что он из сегмента middle. То есть, конечно, это не масс-маркет, но это и не люкс, это даже не премиум. Это middle, хороший такой, уверенный. И поэтому сумки выглядят и модно, и современно. И в то же время по цене они такие достаточно средние. Следующий пункт – вдохновение. И здесь я хочу вам рассказать про ароматы, которые были со мной в этом году. Первый аромат, который я заказала себе в прошлом году в маленькой упаковке. И в итоге я весь этот год пользовалась практически только им. И это духи от Jo Malone, которые называются Wood Sage and Sea Salt. Но у этих духов, на мой взгляд, один из самых современных и в то же время достаточно удобных и простых ароматов. Поскольку они такие непритязательные, я сначала приобрела их для того, чтобы пользоваться ими дома. Поскольку часто я бываю именно дома, и мне не хотелось каких-то ярких ароматов здесь. Но в то же время я люблю, знаете, для настроения создать какую-то ауру такую. Я взяла маленькую упаковку, заказывала, как обычно, на духи ERE. Но потом, впоследствии, я заказала себе уже большой флакон, потому что эти духи просто идут со всем. Плюс у Jo Malone, вы знаете, можно смешивать ароматы, и вот этот аромат смешивается абсолютно со всем. Он такой... он вот пахнет солью. И пахнет морем. Это то, что нужно человеку как раз, мне кажется, в российской полосе. У меня, кстати говоря, на духи ERE есть персональная скидка 7%. Я оставлю промо-код на эту ссылку под этим видео. Пользуйтесь на здоровье, заказывайте. Очень люблю, кстати говоря, именно в духе ERE заказывать духи. Во-первых, потому что у них огромный ассортимент. У них всегда есть все новинки, и все это оригиналы. Вам присылают вместе с духами, присылают все сертификаты, вы это увидите. Плюс там есть какие-то редкие ароматы, есть ароматы раритетные, есть ароматы селективные. В общем, очень большой у них выбор. И если вам что-то не понравится, вам всегда вернут деньги, это гарантированно. Кстати говоря, ни в одном магазине я об этом не слышала, только на духе ERE. И у них же я еще заказала в этом году себе новинку этого года. Тоже с большим удовольствием пользовалась весь этот год и продолжая пользоваться. Это аромат от Tom Ford. Он называется Soleil Blanc. Он очень свежий. У этого аромата просто уникальный запах. Он пахнет очень свежо, но в то же время, вот я не знаю, как вам описать, он пахнет солнцем. Вот он пахнет так, как пахнет кожа, когда ты наносишь на нее крем от солнца. И он звучит очень шикарно. Вот он на коже звучит очень дорого. Его хочется просто вдыхать. И вот я даже когда сижу, мне даже сейчас хочется постоянно его вдыхать. И он очень необычный, очень красивый аромат. Настоящий такой, дорогой. И в то же время... Почему-то, кстати, я сейчас только поняла, что у меня одни духи пахнут солью, другие пахнут солнцем. Но на самом деле это так, потому что духи для меня это всегда вдохновение. Это то, что позволяет как-то получить какую-то новую эмоцию. Я всегда, даже если я не выхожу из дома, обязательно после душа наношу духи. Это, считайте, моя домашняя одежда. Ссылочки на оба флакона обязательно оставлю в описании этого видео. И также ссылочку на духи РФ. И мою персональную скидку 7% тоже оставляю в описании этого видео. Вообще, оглядываясь назад на этот год, я поняла, что в этом году я очень много внимания уделяла именно какому-то наполнению себя и впечатлениями, и какими-то событиями, и брендами, ароматами. И мне такой подход очень нравится, он мне очень по душе. Надеюсь, что вам тоже, и я желаю нам всем в новом году побольше таких моментов, которые нас наполняют, а не которые, наоборот, требуют от нас энергии. Надеюсь, вам было интересно смотреть это видео о моих открытиях. На Новый год еще две недели, и я, конечно же, сделаю еще видео. Но мне так нравится по русской традиции, всех бесконечно поздравляю с наступающим. Поэтому, друзья, с наступающим! И если вдруг кто-то случайно пропустил, в декабре и в январе действуют новогодние праздничные скидки на курс «Алгоритм гардероба». Хотите сделать себе подарок? Идите в описание видео, там есть все ссылки. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо вам большое за внимание. Пока-пока! Целую! Субтитры сделал DimaTorzok